Павел Николаевич, ну на что это наценивает? Психологическая война такая, попытка деморализовать, для чего все это вообще делается? Ну вот какие-то сюжеты, что у нас охраняемые, оказывается, есть мусорки. От кого? Зачем? Ну и вообще какая-то ерунда. Мне кажется, настолько смешно уже, люди просто живаты разрываются. Я даже не видел, вы даже не видели. Последний сюжет был на тему, это вот меньше 20 часов, я случайно его обнаружил, что некто из веков рассказывает, что оказывается, по его мнению, метро Кошенкерри, магазин, который находится на соседней, около опаринах, залили ливневыми водами совхоза Либели. То есть, понимаешь, это абсурд абсолютный. Почему? Потому что никогда ни с одного поля не было никакой ливневой канализации, потому что ее не бывает. Бывают ручьи, бывают пруды, бывают естественные стоки воды с полей. И, кстати, когда эта метро Кошенкерри открывалась, мы написали в Минстрой письмо о том, что давать им разрешение на ввод в эксплуатацию нельзя, потому что не лишен главный вопрос. Для нас главный. Ливневая канализация не предусмотрена. А люди, которые давно живут в нашем регионе, в Ленинском районе, знают, что когда-то вот эта дорога, которая идет на Малое Видное, там был прокол, почему-то достаточно большой. И вода по ручью уходила в пруд, который был в опаринках. Мы его специально, тогда он был искусственный, потому что там было болото, мы его специально с Августом Ленина выкопал. Потом у нас эту землю забрали разными путями, в общем, в период 91-95 года, прошлого века. И там засыпали этот пруд, забили эти ливневые стоки, ручьи, все выровняли, сделали там какие-то склады неимоверные. А вот никто не озаботился тем, куда пойдет ливневка с этой территории. Потом пришло метро. Мы когда-то для того, чтобы построить школу, выселяли в Московское подворье и вынуждены были поменяться с ними землей. Ну и мы им говорили, ребята, смотрите внимательно, под вот этой дорожкой, которая через железную дорогу идет, обязательно должен быть прокол, и вода должна уходить. Они его забросили, потом продали этот земляный участок метро, и метро стало строить, несмотря на то, что там действительно вопрос не решен. Они построили даже больше, рядом там еще одна организация, они между собой и этой организацией построили бетонную стенку, которая, по их мнению, должна была сдержать воду. Но это невозможно, потому что надо понимать, что как только вот такой паводок, как в этом году, то вся вода куда-то пойдет, она никуда не денется. Стоять она там не будет. В результате стало заливать Каширское шоссе и заливать метро Кэшенкерри. Причем, когда мы с ними общались, мы там писали им письма и говорили, что давайте, есть же насосные станции, можно ставить, если не хотите кидать в ту сторону, где опаринки, вы можете перенести это все, естественно, напорным коллекторам ливневой канализации, можете отправить это все в пруды совхоза «Ленин». Это тоже работа, деньги. Вот раздел проходит как раз посередине земельных участков, то есть половина сливается в наши пруды, а половина идет как раз в опаринский пруд, ну, бывший пруд, потому что сейчас там его уже нет. Вот бездарная абсолютно глупая, ну, скажем так, политика застройки всего и вся, всякими там живопырками, складами, еще чем-то, без проработки, без геоподосновы, без, скажем так, разработки проектов, в том числе и ливневой канализации, вот привела к этому. Ну, это, кстати, повсеместно, я смотрю, в пригороде лесное там затапливает, потому что никто не думает о том, куда же все-таки будет уходить там дождь, ливневые стоки. Когда-то мы, совхоз имени Ленина, я имею, делали очень много и сейчас делаем. Содержим плотины, обслуживаем пруды, чистим их, строим новые милиативные сооружения, это тоже факт. Но из-за того, что люди, застройщики, экономят деньги, не решают никаких вопросов, а в всяких вот этих вот администрациях района, поселения, области сидят абсолютно некомпетентные люди, которые не хотят думать о будущем, мы в результате получаем генпланы, которые делают жизнь людей невозможной. Вот эти вот проектные решения, что Самура стечет, и поэтому ливневку не строят нигде, хотя на самом деле это в таких регионах, как наши, очень важно, потому что куда вода-то пойдет рано или поздно, она все равно скопится где-то и будут заболачиваться территории. Я вот неоднократно говорил, что когда вы, например, засыпаете овраги, вы должны понимать, что эти овраги не просто там, что он так, кусок земли на карте, а это водоотводы. Сейчас мы везде увидим, где, особенно вот этот пауды, когда овраг засыпан, то рядом садовое товарищество оказывается в ситуации, когда вода пойдет к ним. Вода все равно куда-то должна деться. И сейчас мы видим в районе постоянные вот эти подтопления, решения, а кто давал команду мусором засыпать овраги? Районная администрация. Она санкционировала это все, потому что она никогда с этим не боролась. Овраги находились в ее ведении. Мы же, я уже как-то об этом рассказывал, всегда ставили задачу, даже если идет застройка, то обязательно ручьи брать в закрытые коллекторы. Размер, то есть диаметр считается определенным образом. Сейчас вот Вегас, например, не подтапливает. Именно под ним проходит сейчас ручей, вот этот, который дает возможность в воде от нас уйти в Москву в реку. Потому что в Царицинские пруды, а потом дальше по водооттокам. То же самое проходит в Тойоте. Там тоже под Тойотой лежит огромная труба, которая позволяет ручью, который там был, уходить в сторону прудищ. Для этого надо понимать, что такое планирование территории, понимать, как нужно сделать так, чтобы люди не пострадали. Для этого надо обладать специальными знаниями. А эти временщики, которые приходят, и тут я слушаю это из Вегова и понимаю, что он вообще ничего не понимает. Он выступал и по дороге новой, с развилки. Пытался объяснить, что здесь дорогу нужно проводить, а Павел Николаевич опять же встал на пути лучшей жизни людей. Что там происходит, Павел Николаевич, с этой дорогой сейчас? Слушай, ну это опять же, абсолютно безграмотный, абсолютно бестолковый человек. Потому что для того, чтобы строить дорогу, надо понять сначала, на чем ты ее строишь. Ну это не только... Павел Николаевич, но он же только комментирует. Ну ладно, бестолково. А инициатива-то не от него исходит. Прежде всего надо понять, что он не только комментирует. Он вместе с главой, так называемым, исполняющим из главы туда приезжал. А поскольку знаний мало, ни у главы, ни у этого начальника территориального управления, никаких знаний, никакого опыта нет, они принимают, на их взгляд, вроде как, решения обоснованы, на самом деле абсолютно бездарные. Почему? Потому что, если бы был человек, который понимает, он бы сказал, слушайте, покажите мне геоподоснову. И понял бы, что там, где они собираются строить дорогу, там на самом деле лежат кабели, которые не позволяют над кабелями построить вот эти вот дорожные, то есть не провести дорожные работы. Потому что, хорошо, вы что-то сделали, а потом как мы будем обслуживать кабели? А там шесть кабелей, причем они являются основой жизнедеятельности. Котельный, КНС, все школы, детские сады, ну, все, весь совхоз сидит на этих кабелях. И поэтому, если один из этих кабелей порвется, то совхоз окажется в ситуации, где не будут работать ни насосные станции, ни котельные, ну, в общем, электричества не будет полностью. Вообще, если бы они соображали, они бы сказали, слушайте, этого делать нельзя вот в этом месте. И по проекту действительно у них в 30 метрах дорога проходит. Ну, они, поскольку не могут изъять земельный участок у Родисен, решили обойти этот земельный участок и выйти, как они говорят, а здесь же ездили. Глупости, ну да, люди могут частным образом ездить где угодно, но это не значит, что нужно там строить дорогу, чтобы они ездили, ну, так сказать, официально. Тем более, что там, если вы видели этот сюжет, этот господин Извеков стоит на фоне столба, электрического, бетонного столба, который держит линию 110 КВА. А эта линия приходит на 14-ю подстанцию, на развилку. С этой подстанцией, ну, скажем так, все, без исключения, и развилка, и старая развилка, старый поселок, и деревни, и мы, и совхоз, значит, все эти питаются с этой линией. А линия, к сожалению, там, то ли при строительстве дороги, вот, скажем так, при этих дорожных работах, то ли при какой-то аварии уже этот столб лопнул, у него кто-то уже врезался. И он висит буквально там на честном слове. Если этот столб упадет, то, конечно, погибнут, прежде всего, люди, которые будут ехать по этой дороге. А второе, это будет обесточено вот весь наш регион. Потому что 14-я подстанция является основой всего электрохозяйства, всего района. И восстановить его быстро будет невозможно. Потому что там же дорога, там же люди должны ездить вроде бы как. И в створе лэп никто никогда, то есть под лэп, никто никогда дорогу не стоит. Потому что кто-то умрет, кто же потом ответит. Но поскольку эти бездарные управленцы, их там много теперь, они там меняются, то один глава придет, то другой, он не знает вообще ситуации, не понимает, что такое строительные работы. Ну и поэтому они вот приняли решение, как им казалось, провести дорогу там. Ну я ездил к министру. Когда я ему показал геоподоснову, он сказал, да, согласен. Надо выносить кабели, нужно решать вопрос со столбом, ну не делал. Ну и поэтому пока время на работу остановлю. Вот мы же со своей стороны считаем, что слушайте, если кто-то протоптал по вашему земельному участку дорожку или тропинку, то это не значит, что надо сразу ее бетонировать власти и говорить, что если вы здесь один раз прошли, то все будут здесь ходить. Надо действовать по закону. По закону никакой дороги вот в этом месте быть не может по определению.